Есть многое на свете, друг Горацио. И есть что за кино. Телеканал Академия, Ютуб-канал Гринджек и Дмитрий Олешко представляют обзоры самых актуальных киноновинок. На этой неделе мы смотрим новую фэнтезийную драму Гильермо Дель Торо «Форма воды». Вот ты какой, Эктиандр! Шо вы говорите? Элиза, пойдем! Ну же, поторопись, давай! Фильм у нас о любви и о воде. И это значит, что 7 интересных фактов будем, как древние сокровища, извлекать со дна морского и рассказывать вам о них за 40 секунд. 7.40. Что за кино? Про фильм «Форма воды». Прямо сейчас поехали! Съемки фильма заняли 12 недель. Работа над ним началась еще в 2011 году, когда актрисе Салли Хокинс предложили роль в этом фильме. Она разрабатывала сценарий своей короткометражки, где женщина превращалась в рыбу. Режиссер Гильермо Дель Торо встретил Салли в 2014 году на «Золотом глобусе» и предложил ей сниматься в этом фильме в состоянии алкогольного опьянения. Более 9 месяцев ушло на создание внешнего облика главного существа этого фильма. Это первый англоязычный фильм за последние 7 лет, который завоевал «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. В начале каждого съемочного дня у Дага Джонсона уходило 3 часа на то, чтобы одеть костюм эдакого человека-амфибия. Это первый проект Гильермо Дель Торо, с автором которого стала «Женщина». Итак, у нас что за кино эксклюзив? Мы познакомились с лучшим другом главного героя фильма «Форма воды». Мы выучили его язык и теперь зададим ему волнующие нас вопросы. Скажите, как долго создавали образ главного героя? А, да-да, 9 месяцев понадобилось для того, чтобы родить образ главного героя. Он еще и шутник. Форма воды кино еще то. Кто вам расскажет о нем лучше, чем морской волк? Немая уборщица в сверхсекретной лаборатории обнаруживает, что новым объектом изучения становится человек-амфибия из Амазонки. И, как ни странно, влюбляется в него. Эдакая сказка на фоне шпионского боевика в противостоянии США и Советского Союза. Карикатурные образы КГБшников. Жуткий до ужаса полковник американской армии, в котором нет ничего человеческого. Любовная драма, фантастическое наполнение обычной ванной водой до краев. В общем, создается впечатление, что местами режиссер Гильермо Дель Торо пытался впихнуть не впихиваемое в этот фильм. И ему это удалось за 2 часа и 3 минуты. В общем, длительность и слишком уж большая перегруженность. Может быть, такими могут быть минусы этого фильма? Ну а теперь не менее интригующий вопрос. Скажите, как Гильермо Дель Торо работалось над этим проектом? А, да, он говорит, что это самый сложный проект в истории Гильермо и его команды. Вы хотите что-то добавить? А, да-да, конечно. Он даже хотел сделать фильм черно-белым, но у него ничего не получилось из-за ограниченности бюджета. Правда? Чувствуете? В нашей студии запахло деньгами. Это значит, что мы будем говорить про бокс-офис. Сколько зарабатывают самые кассовые и самые обсуждаемые киноновинки этого года. Итак, начали. Джуманджи продолжает бить все мыслимые и немыслимые рекорды и приходится по вкусу зрителям по всему миру. В 678 миллионов долларов успел наколедовать за зимние праздники с начала проката этот фильм. «Звездные войны. Последние джедаи» зарабатывают 1,271 миллиарда долларов и проваливаются в Китае. К слову, там свернули прокат фильма уже на второй уикенд. Величайший шоумен зарабатывает 203 миллиона долларов при бюджете в чуть более чем 80 ух. Это звонкая монета и начало славной истории. Форма воды успела насобирать 31,8 миллиона долларов в домашнем прокате в американском. Что скажут об этом отечественные цифры, узнаем в ближайшем будущем. Друг, скажите, Салли Хокинс чем-то вдохновлялась для того, чтобы создать свой образ? А, да-да, совершенно верно. Гильермо Дель Торо подарил ей целую коллекцию блю-рей-дисков со звездами немого кино. Чарли Чапли, Нодри Хэбберн, Бастер Китон и многие другие. Она училась работать без главного инструмента актера, без речи. Ну, вам-то не понять этого, правда? Всегда так. Не всегда так. Ну и пока мой брат-близнец еще не очухался от очередной бутылки рома, с удовольствием расскажу про плюсы этого фильма. Это абсолютно универсальная история. Это прекраснейшая притча, которую Гильермо Дель Торо не рассказывал со времен Лабиринта Фавна. А прошло уже на минуточку 13 лет с этого момента. Итак, это сказка, это фэнтези, это мелодрама, это шпионский боевик, это еще и глубокая социальная драма, потому что это фильм о лишних людях и существах. Человек-амфибия, который является одним из главных протагонистов этого фильма, лишний. Немая уборщица в сверхсекретной лаборатории, никому не интересно. Этот ее лучший друг, который еще и нетрадиционной ориентацией оказывается, тоже лишний. Поднята даже российская карта в этом фильме. Все очень тонко и точечно. Это отличает фирменный почерк Гильермо Дель Торо. Ну и кроме того, здесь по полкам разложено, что из добро, что из зло. И этот фильм заставляет очень долго думать после того, как он закончился. И ты понимаешь, в чем философия даже самого названия. Ведь форма воды может быть любая. Она принимает ту форму сосуда, в которую ее вливают. И поэтому, когда ты принимаешь свою любовь, то ты принимаешь и ее форму. И совершенно не важно, какие у тебя недостатки. Ну и кроме того, друзья, это абсолютно точно фильм о том, что не важно, какая у тебя форма, а важно, какое у тебя содержание. Ведь ты можешь быть лощеным американским солдатом и при этом быть уродливым внутри. И можешь быть человеком-амфибией и при этом быть гораздо более человечным, чем многие на экране. Друг, скажите, а как же быть с музыкой? Александр Депла, ведь он же создал ее. А, это уже третий совместный проект Гильермо Дель Торо и Александр Депла. Но лишь первый в образе Гильермо Дель Торо режиссера. Что было раньше? Ага, раньше были хранители снов и охотники на троллей. В обоих этих фильмах Гильермо не был режиссером. Он был продюсером, автором сценария, но впервые режиссер в форме воды. Как вам форма воды? Он в восторге. Это радует. Ну а теперь время оценок. И это значит, что вы можете находить на соцсетях, не соглашаться с нами или наоборот соглашаться. И самые интересные комментарии будут получать эксклюзивные подарки от YouTube-канала Green Jack, телеканала Академия, Дмитрия Олежка, от всех-всех нас, от всей нашей огромной команды. Друзья, итак, начнем с режиссуры. Достаточно сказать, что на генеральной репетиции Оскара, как часто называют «Золотой глобус», режиссер Гильермо Дель Торо получил «Золотой глобус» за режиссуру. И мы с удовольствием ему отдаем и нашу награду. Здесь пятерка. Операторская работа тоже на уровне. Будем ставить пять и здесь, потому что фильм невероятно целостный. Это радует. Спецэффекты. Спецэффектом поставим пятерку с минусом. Почему пятерку с минусом? Да потому что, может быть, можно было сделать еще более водным, тягучим, переплетающимся. Но здесь уж скорее в режиссерском видении форма воды всегда соблюдалась. Так, музыка. Музыка блестящая. Я думаю, что саундтрек будет разобран по полочкам кинокомпозиторами. А пока ставим абсолютную пятерку. Актерская игра. Актерские работы замечательные. Тем более, что я узнал, что одна из ролей была написана под Йеном Маккеллина. Роль друга главной героини в исполнении Салли Хоффинс. Ну, наверное, тогда было бы шесть с плюсом. А так пять. Ну и, наконец, сценарий. Здесь то же самое, что и с режиссурой. Ведь одним из авторов сценария является Гильермо Дель Торо. Все-все пятерки. Это невероятное действие, затягивающее вас. Ну, а мы, друзья, будем прощаться с вами. Говорим вам до новой встречи. А мне пора разобраться с нашим Ихтиандром. Ку-ку, иди сюда. Смотри, он, он полетел в космос. Ты тоже полетишь, если будешь хорошим-хорошим рыбешником. Пойдем, пойдем. За мной. Пока-пока. О-о-о-о. Субтитры создавал DimaTorzok